Сюзет, который мы сейчас вам покажем, это касается зрителей нашего города. Так вот случайно где-то отсняты были эти сюжеты, наши репортажи. Это случайный квартал. Мы не проводим таких специальных съемок. Все происходит в реальном мире. Итак, видите. Насчет выборов. Ты ходил на выборы? Никуда я ходить не собирался, ходить не буду. А почему? А зачем? Они для себя делают. ЖКО поднимают, поднимают. Цены идут и идут. А мне похую-то все. Я деньги делаю по-тихому. Я ебать я не хотел, блять. 500 рублей прибавляют, прибавляют. А отнимают, боже, полторы тысячи. Это что за хуйня, блять? Так и будет это без конца. Накладка денег, расширение карманов. Скоро карманы разорвутся, таких денег, блять, от десяти миллионов. Пускай живут, им бог на встречу. Все, боже, о них говорить нечего. Второго Сталина надо сюда поднимать. Больше здесь нет никого. Все, разговор окончен. Пускай все думают. Кто был прав, кто нет. Кто сорок лет еще проработал, все льготы урезали, блять, всех пенсионеров наебали, блять. Они должны получать с инвалидности по сорок тысяч, а не двадцать две тысячи, блять. Это что за хуйня? Что у нас за безобразие? И позакрывали, блять, все хлебзаводы, малоходзаводы и прочие предприятия. Что? Куда деньги девали? В свой карман? Своим детям, хуэтим, которые нихуя ничего не делают, блять. За квартиры покупаете элитные, а мы на что живем, блять, по помойкам ходим? Вам не стыдно, суки? Вас туда бы, блять, послать бы, блять, на Колыму бы. Я посмотрел, чтоб с вами было бы, блять. Все, разговор окончен, думайте сами, как дальше жить. Все, много больше нету. Ну, кого тогда нам надо президента? Ну, я пока точно не знаю, но буду думать, пока кто будет баллотироваться. Все, и у кого какая будет программа. Позревем, увидим. С 2024 года. Все, у него программа. Не программа, а заложен у него такой срок. У тебя какая пенсия? Ну, все, десятка доходит почти. Это что за пенсия, блять? Это не пенсия, это капля в море, капля в море, а на море корабли. Все б дебала бы набили бы эти мужаки. Все, давай, хватит нам. С 2 рублей, ниже 100 рублей почти ничего нету. И все говорят, при таких ценах надо грабить все, блять. Все живут за счет нас, блять. Коммуналку мы платим, это мы и все платим, блять. А цены сколько в аптеке? То там нет от того, то там нет от того лекарства. Ты пекай по всему городу, ищи там, что... Это закрыли, это, блять, сломали. Это, блять, валяется, не принимает. Это чего, блять? Это что за хуйня, блять? Здесь город обосрали. Живить как хочет, блять. Думай о себе. Все только о своей злопе и думают, блять. Офигеть, слов нету. У нас бардак идет по России. Бардак. Мы никому не нужны. У нас раса вымирает, блять. Дети уже, онкологии, миллионами по двадцать болеют уже. Не успел родиться, у него уже какая-то болячка вскочила. А кто будет спасать? Я, что ли? У меня нету самого нихуяника. Мне самому спасаться уже надо, блять. Что, куда бежать? Я сам не знаю. Я уже прибежал уже. Что касалось долговая яма. Все, три на два метра, блять. Насверлило. Все. Моя жизнь уже почти кончается. Это я считаю уже точно. Половина жизни прожита. Как сказал Леон Фильмин, за термин удачи. Своим подопечным. Все. Договор окончен. Все ходят. Ку-ку, пиздец. Через. Ку-ля. Ну, ты не ходи. Чего ты ходишь-то? А, пускай думают. Как, чего и почему, блять. А если будешь на площади возникать один, пиздюлей точно можно получить, блять. Ни за что ни просто, блять. А за рукоприклад, что у них статья будет, нахуй, блять. Вот и все, нахуй. Вот и все. Больше я ничего сказать не могу. Снимай, может, миллионы, пускай будет просмотром. Но я больше говорить не буду. Не собираюсь. Я все высказал. Все. Кто за какой шкурой, где чего живет, нахуй. Вот пускай они сами разъявляются. Я бы тоже имел бы утяжечек небольшой. Да где он, блять, от утяжеки? И еще в банке открыли. Такой кредит даю, что потом не возрадуешься. Платить потом такие проценты, нахуящие вы, это вообще караулы, блять. И бесстану в полис потом, ноет, блять. Вот и мало плачешь за кредит, сумму. И, блять, ну, долгие это истории, блять. А мне это не нравится больше. Все. Кто по телевизору покажут кредиты, вот те, кто придумал там, вот пускай они сами и берут. Да 100 миллионов, да 20 миллионов. Мне это не ебет. Я живу, то, что мне вредно в мамке моей дал квартиру. Вот я ее и должен сохранить. Целости, сохранности. А уж там она там перейдет. Меня это не волнует. Мне бы прожить достойно. Ну, перейдет, наверное, квартир-то, наверное, родственникам. Кого он раз, мы никто еще ни на кого не подписали. И подписывать пока не собираемся. Пока нам, ну, на нас не дадут то, что мы хотим. Все. Нам не делают добро, а мы еще хотим добро делать. Вот пускай они сами и думают, где чего бороться. Все. Меня это не касается. Все. Я Естинскую эпоху прожил, блять. 7 месяцев копейки не видал. Чуть в Нижний за штраф не уехал платить. Меня чуть тяши не сняли с руки. Это что за жизнь, блять? Откуда сейчас олигархи взялись? А за счет Ельцина. Которые те начальства не платили заводчанам кому-то зарплаты. Они скупили акции у заводчан. И сейчас олигархи-миллиардеры. Почему никто не хочет их устранять? Потому что им воровать надо, пока есть живой резерв. Они от власти отойдут и будут жить себе спокойно, припеваючи. И не зная никакие цены. Им копаю будет булочка в миллион долларов. Или же 30 копеек. Им, блять, у них есть все. Им привезли, они заплатили. И зовут нас вот на халяву. А у меня халяву не получается. Если рассказать такую халяву, охуеете все, блять. Когда на помойке собираем картошку. Это что, дело? Ну это не дело, просто экономия денег. Ну ты, погоди, погоди, стоп, минуточку. Ты сам вот недавно хвалился, что там вот где-то на помойке выкидывают такие продукты хорошие. Продукты хорошие. Что аж, ты говорил, прям аж, прям эти, колбасы всякие, рыба всякая. Помидоры, яблоки. Ты мне сюда приносил. Это было. Ну время пролетело. Постоянно-то не могут бросать. Потому что кто-то на них, наверное, наехал. И они приезжали. Это же не может повторяться. Из месяца в месяц, год в год. Все сделаем. А золото нашел, у тебя отобрали. Какое золото? Золота и не было. Как не было? Не было. У меня серебро было, я что могу власть. Как ты? А золото, ты говорил, ты нашел. Какое золото? Не было там никакого золота. Это не золото, это напыление, это говно все. Оно не ценит на них моя. Столько, сколько золота настоящего. Так что, вот такие вот пироги. Нет, погоди. Ты же сам говорил, что нашел золото. Хотел сдать, а у тебя его отобрали. Да ничего никто не отбирал. Это не золото было. С напылением говно это было. Не было никакого у меня золота. Золото на дороге не валяется. Как царские рубли, блядь. Запомнят раз навсегда. Золотые изделия. Значит, значит, это была мишура. Да. Золото теряют только дураки, которые ходят на пляжи. Все, кольца, браслеты, цепочки. Крешки золотые. И черебро тоже теряют. Это вот это может быть. А в городе... Это вот ты все нашел, значит, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.